У вас не было никаких болезней, но если они у вас уже появились, мы их не можем просто вылечить. Они просто делают стоп-эффект, эти листья могут просто уже погибнуть. Операцию не сделают, там никакой функции на этой болезни. Рост регуляции. Понятно, собственно, и зачем мы делаем. Все ее делают, кто выращивает интенсивные, как бы раз, по иридии, как бы немножко рассказал. Болезни мы все эти хорошо знаем, кто занимается, как бы рапом. И вот немножко такой, как бы, опыты тоже 18-19-го, которые мы залаживали по конкуренту нашему, как я сказал, так и рамба-курба. Мы получили вот такие результаты на 9-й день после внесения наших препаратов. Бакль в 18-м году, это та же самая вида, тоже название поменяли мы в 19-м году уже. И вот здесь, как бы, да, что интересно, точка роста, все мы видим точку роста, да, как бы, с осенью мы боремся, чтобы точка роста у нас была оптимальной, чтобы она не вытянулась. Как на контроле она уже вытянулась до 3-х сантиметров. Потому что точка роста, если вымерзает, самая потихоньку у нас просто поднимает. То есть здесь нужно, как бы, понимать. Данный слайд просто говорит, что два препарата работают на отлично, что тут, что тут. И вот ближе стать уже на 21-й день, где мы видим, что, в принципе, разницы, ну, например, я не вижу, если честно. По сравнению с контролем, конечно, разница есть. Точка роста вытянулся больше, чем 5 сантиметров. То есть показывает, что препараты работают на уровне. В этом году мой коллега по метру тоже заложил такой небольшой опыт, как бы, это, он сравнивал наш колоссарь, ириду, и так же самое карамбатурбо. Один тот самый гибрид, но самое поле, по 5-х, если не ошибаюсь, были участки. Просто посмотреть, как, какой реконтакт из фунгицидов держит рапс, все. Цель нашего была опыта. По, в принципе, по, как бы, листьях, мы можем посмотреть, да, в принципе, колоссарь, слабо держит кручавость листьев, по ириде среднее, и по метконозолу, в принципе, кручавость, можно сказать, классная, вот это лучше. Но если посмотреть, вот, точку роста, то, в принципе, она везде одинаковая, плюс-минус, где-то что-то вытягивается. И вот, как бы, понятно, что можно раз найти и на нашем участке хороший, плохой, так самое, на конкурентов, но мы берем, как бы, средний, честно скажу. И вот, вот эта вот проблема, что я говорю, вот, на метрикватт-хлорид, да, где носили карамбатурбо, вот есть такие пустоты. Пустоты есть на всему рапсе. Это зависит, в первую очередь, как бы, от микроэлементов, а также от наличия влаги в почве. И вот эта вот трещинка будет проблема нашей 2020-го года, ну, не дай бог, конечно, которую очень тяжело будет решить. Также же, то, что я говорил, и по росту регуляции весною. Вот, как бы, рапс, это нас делали в Парковской области, в Чернуевском районе, контроль, дебуконозол обыкновенный и иридо, как бы. Сразу видно, по вегетативной массе, в принципе, да, листья широкие, хорошие. Ну, и честно скажу, здесь мы получили прибавку по листьях, не по листьях, а по ветвистости. Ну, в среднем, 2 от 2 до 4 веточек, все. Я не буду сказать, сколько это, как бы, процент соотношения по урожайности, но, в принципе, 2-3-4 веточки на рапсе. Ну, я думаю, те, кто занимается рапсом, понимают, что это такое. Дальше, самое интересное, это инсифициды на рапсе. Есть вопросы о инсифицидах или нет? Нет, вам, да, но тогда двигаемся дальше. Инсифициды на рапсе. Все мы понимаем, что первый наш вредитель на рапсе, который будет, это будет скрытнохоботник. Скрытнохоботника будет у вас, ну, не знаю, как будет, не будет, но в недре у нас его будет очень много. Потому что, сами понимаем, зима мягкая, ничего не выверзает, все живое у нас, как бы, проблем с этим будет немножко. И именно первая болезнь скрытнохоботника, можно с ним поработать. Если вы с ним не поработаете, ну, дальше проблемы будут, честно скажу. В этом году у нас тоже было хозяйство, которое говорило, ну, чашка же ловушка пустая, зачем она работает? А когда мы приехали, чашка же ловушка пустая, думаю, сказал, да уже поздновато работает. Ну, были такие случаи. По запорожью, хозяйство, которое мы, как бы, там немножко все раньше начинается, на недельку примерно, то деньги побоялись, поработали. В принципе, рапса не получили хорошая. На Бахаре в запорожье за 30 кг сыпет отлично без проблем. Первое, что мы представляем, как бы, по скрытнохоботнику можно поработать, это нашим ибреком или бареем. Понятно, что брейк это перетроет, отработали 2-3 дня, у вас, в принципе, все, как-то, зачем-то ушла. По барею, что хорошо, в принципе, та самая телешка перетроида, там, циклодрина, которая делает сразу газооцветболе, ну, и метрклодрит, понятно, вы скажете, он не работает, потому что нету массы, нету движения. Но, как-никак, защита на 3-4 дня тоже у вас будет. Это немного, но на рапсе это очень значительно, поверьте мне. Потому что сегодня, с крытнохоботник у вас, через 2 дня он будет через 2, ну, через 3-4 поля, где он взял просто. Но здесь нужно тоже уделить внимание. Борей очень хорошо вывести, можно с пенорабом, если позволяет температура. И если температура, конечно, ну, тоже нужно смотреть, вот специфики вашего хозяйства. То есть, если там будет плюс 10, днем плюс 12, понятно, что не в январе носить, а в начале, в марте, ну, допустим, в конце марта, то уже нужно работать не ждать, потому что, скорее, крытнохоботник не дремлет. И это будет очень хорошо видно, потом где-то в середине мая, после цветения, когда листья у вас опадают, а под листьями у вас 3-4 прокола, это как минимум будет на каждом рапсе. То есть, проблема будет. Но дальше, которая кефицитная защита, нужно тоже продолжать. Это мы здесь предлагаем обратно же Борей или Борей-Нео. Борей-Нео рабочий на рапсе, это 0,3-0,4. Меньше 0,3 давать нельзя. Почему? Потому что, ну, честно скажу, рапс, вы сами понимаете, он быстро растает массу, как бы, да, и тяжело в этой массе держать есть еще вещество. Разница по Борей-Борей-Нео. Первое, это 3, 2-х компоненты и 3-х компоненты. В Борей-Нео добавили плотианидид. Сразу мы добавили, честно скажу, примерно, ну, 4-5 дней защиты. По Борей-Борей, если вы вносите 100-140 грамм, и у вас, когда вы вносите, нету порога вредоносности, есть там букашки, просто ползают, да, то это 14 дней защита 100% будет. По Борей-Нео, это 20 дней в день. Но, сразу говорю, если вы работаете так, ну, как бы, есть такие хозяйства, да, допустим, особенно мелкие хозяйства, да там нету ничего, зачем туда вносить? Появится, потом несу. Но потом уже, ребята, 20 дней вам уже никогда защиты. Это просто будет, как бы, ну, знаете, сработало, не сработало, честно скажу. Рапс любит систематичность. Когда вы работаете с ним, вот, ап, ну, я. Тем более, если у вас урожайность, я понимаю, у вас, видимо, в тридцатках стоит, а то и сорокок, наверное, у кого-то уже. То здесь нужно работать с осени, и начиная весной, тоже продолжать и продолжать. А особенно тоже хорошо поработать, вот, допустим, Борей-Нео, да, мы работаем перед цветением. Ну, тоже, это, да, вы все площадей накрытие, у кого тысяча гектаров. Чем хорошо? По однокушам во время перед цветения у вас какой-то начинается цветоед, который тоже нужно с ним поработать хорошо. Потому что если цветоед появляется уже во время цветения, как в середине, наконец, то, в принципе, он еще и полезный у нас получается. Но если он появился в начале, это, конечно, очень жестоко будет. То здесь лучше порой-Нео поработать. 20 дней защита есть, но рапс мы понимаем, что он цветет в месяц. Защиты сразу скажу не хватит. Здесь можно будет отобрать уже и миницифициды, которые можно работать под цветением, которое не бьет в черву. Но таких инфициров тоже нету. Тоже говорю сразу. Кто занимается рапсом, работайте ночью. Если позволяет это все дело, работать ночью. Но не порой-Него под цветением ночью, а такие, как миска, маврики и так далее, которые разрешены работать под цветением, которые не приедут в черву. Также по рапсу, что еще можно сказать? Ну, понятно, порой-Него хороших проблем нету. Все вы ставите чашки-ловушки для начала. В принципе, проблем в рапсе не должно быть. Есть какие-то вопросы еще по рапсе или нет? Моль в этом году будет много. Моль она у вас и будет постоянно уже, потому что рапс у вас наращивается. Моль будет только много. В самой половине лета идет нарастание численности. Да, смотрите. Не будет на породу. Не будет порода, будет все. Ну, она сейчас вся живая. Рапса у вас тоже много. Смотрите, я вам так скажу, у нас в Донецке, в Славянске заложен тоже опыт небольшой, когда на 30-ти гектарах. Но у нас капустная моль нам до сих пор нету. Потому что мы, честно скажу, мы заставили ребят работать систематически. 3-4 места мы внесли в арене 0-4, и через примерно 15-20 дней мы еще внесли 250 грамм. В принципе, мы эту проблему прошли. Потому что, я же говорю, если работать систематически, проблем у вас не будет никаких. Если у вас капустная моль начал летать, можно вне слетать, да, карагены, они вас спасут на неделю. Дальше у вас все пойдет отрождаться. Потому что капустная моль, вы сами понимаете, она откладывает свои коконы под листками, они все находятся в паутине, ее очень тяжело пробить. Пока у нее слетат, проходит 2-3 дня, но действие немножко падает, оно вылупилось, и все. А когда у вас есть вещество, есть листу, оно вылупилось, немножко спушиво, эффект будет, даю гарантию. Но тоже работать на опережение, не только когда у вас появилось. Если они кунули, они немножко скушают, карта или не будет раз? Не, ну понятно, что дело, что скушают. Как говорят на стадии, уже по днепру тоже говорят, а зачем те листья в зиму? Ну, как бы тоже, знаете, так жестоко, но а сколько там ее наплодится потом за эту осень и за зиму тоже как раз? Но проблема будет, для этого нужно будет работать, конечно. Еще есть вопросы по ураусу? Ну, пока вопросов нет, хорошо, как придет весна, потом вопросов будет. Если нужно, Игорь Анатольевичу обращайтесь, он приедет, в любое время к вам бороться. По подсолнечнику, немножко так расскажу, время уже поджимает. По подсолнечнику, смотрите, в принципе, защита у нас по подсолнечнику, скажу так, 100%, это первое, продравители, Табу, Табу, Нео, Табу Супер, у нас в последний год продается остатки фибронил, потому что очень дорогой препарат, но очень классный, качественный, ну, реально дороговат, честно скажу. Самое распространенное, это Табу Нео, который имеет платеонидин. Все, в роднем у вас не будет до второй пары листер. Дальше, соответственно, никакой инсектизм вам держать ничего не будет. ТНТТ, Тиран, ну, в принципе, никто сейчас ничего не травит, как бы семена тоже понимаем, все покупают, то есть, ну, протравка есть протравка. По гелицидах, Торнадо 540-ую, как бы, кто носит, в принципе, понятно, флифосаты, и в этом году мы предлагаем комбинацию такую, как наши коллеги из Белоруссии, работают, и мы уже так немножко пробовали по западной, в принципе, она рабочая и классная. Это замена ацетоклора с металлоклором, немножко, как бы, помягче, даже сильно мягче, можно так сказать, вместе с Дерексом, прометрий, то есть, с металлоклор плюс прометрий. Рабочая дозировка полтора литра симпы плюс два литра прометрина. Работает отлично. А по амброзии сколько? По амброзии, смотрите, прометрина, в принципе, два литра хватает, но в зависимости от количества вашей амброзии на поле. Если вы понимаете, что в поле среднее, как бы, ну, можно сказать, два литра хватит с половиной. Если у вас, в основном, супер амброзии, ну, увеличивайте до два с половиной, для трех максимума, если вы работаете в комбинации с ситой. Потому что мы понимаем, что S-металл-хлор это, как бы, по слабых, а прометрий это тгудолка. У вас два проблема, это какая сейчас везде пич, это амброзия. Если есть амброзия, то дальше уже тяжеловато поработать. Пидименталит, да, есть вещество, ну, здесь, как бы, немножко кусается по деньгах, 3-6 литра, на ней так нужно носить. Внутри, в принципе, тоже, как бы, неплохой препарат, тоже откатанный. И та же самая мелонга у нас есть, это S-металл-хлор плюс термотилозин. Дозировка в подсолнечнику стоит у нас одна, 4,5 литра. В принципе, препарат, аналог, применец, как и завод, который работает, хороший, мягкий, на подсолнечник работает отлично. Также, в этом году у нас, мы в Чугуевском районе отработали мелонгой, небольшой такой опыт есть, как бы, поработали неплохо. Вынесение было 11.05, то есть, понимаем, середина мая, можно сказать, температура оптимальная, влаги в почве было предостаточно. Делалось сразу после дождя, уже подсолнечник был посеян, то есть, портнование здесь уже не проводилось. И вот, что мы имели, сделали, отключили мы полкрывого глада, и вот, получили мы такой, как бы, небольшой результат по полю. В принципе, на 10-й день картина уже ясна, после весения уже первая пара листьев полезла подсолнечнику, видим контроль, который не обрабатывался насыщенностью, с сперняками. И то, что мы видим уже через 3 недели, на 23-й день, в принципе, результат, я думаю, сам за себя, как бы, говорил. Это поле на трассе, может, даже кто и видел, когда ехал на Хайсов со Славянском. Вот, то, что мы видим на 45-й день, фото с квадрокоптера, как бы, ну, есть такая вот проблема по полю. В принципе, понимаем, что здесь, на этом данном участке не носился гербицин, ну, как бы, результаты, можно уже не ждать, честно скажу. Вот так выглядит на 65-й день, когда уже идет активное цветение, то здесь, ну, мельче может свистеть, хотя после гербицина не было ни одного дождя, до момента уборки. Был в момент, на мимо небольшой дождь, 17 мм. Но на такую землю, 17 мм, честно скажу, ну, как бы, не отчет. Далее, также же у нас есть линейка, как бы, хорошая по имени устойчивому подсолнечнику, это наш комплект Trade Pro, или можно носить чистый парадокс Мазомокс. Комплект Trade Pro рассчитан на 14-16 дефектар. В принципе, я думаю, кто работал, тот, в принципе, остался довольный. Проблем нету никаких. 14-16 дефектар равняется, как по евро-ладинам и продуктам, это литр, литр 200. Все же, математика здесь небольшая. Одна проблема ХОКО, Клингрид Pro все эти канистры у нас отдельно. И Мазапир отдельно, и Пазомокс отдельно, и Дюван отдельно. То есть, здесь можно уже, как бы, грейдеры, грейдеры, действующие вещество, и Мазапир, можно бы просто отделить, убрать на свои нужды по складам, по территории и про трамин. Так, в принципе, препарат отличный. И чем, как бы, не отличается по-другому. Также, это самая неура, то, что я говорил, идет у нас на против флагов. И Сквар, это адекватный ООН 150, перерасчетный на адекватный граммит 280 грамм, на диссекацию подсолнечника. Работает тоже эффективно. От 2 литров до 3. Ну, 2 литра, говорю сразу, работает отлично, без проблем. И Мазапир, с камерой, с камерой, с камерой, с камерой, с камерой. Проблема очка, смотрите, будет работать, в принципе, как бы, ну, тоже смотреть нужно по насыщенности его. Если у вас очень много, то лучше не играть с этим Мазапиксом, а именно из-за Майпир тоже и усить. Потому что волчок, ну, я понимаю, сегодня у вас его немножко, но на следующий год его может быть очень сильно много, как бы. Сегодня страстки очень кипели на против этого очка, Ну, проблемы, с ним будут, конечно, с этим Малучком. То есть здесь лучше раз отыграть и, как бы, с проблемой, чтобы проблем не было. По фундитекту на подсолнечнику, в принципе, линейка у нас как бы есть. Дешевая, это Комендазим, как бы, на нем там еще горят священная водичка, но она работает, честно скажу, как бы. Это неплохая первая защита подсолнечника. Также идет колоссак-бровый ракурс и самая дорогая венчная система Spirit, которая имеет Т-ДО и играющий эпоксиконозол, триазол и азоксистропин. Мы рекомендуем делать первую подкорку фиболицинами от 3 до 8 листов, от 3 пар до 6 пар листов, потому что именно в эту фазу подсолнечник хорошо поражается всеми болезнями, которые туда заходят, которые потом вымазывают у вас во второй половине вегетации. То есть, если мы до фазы зирочек ничем не работаем, ну, как бы, дальше уже, честно скажу, не махали. Конечно, фунгицид и цельцид у нас все не смешиваются, кроме фосфоровой пакетики, сразу говорю. Даже мы рекомендуем носить от 3 до 8 пар листов фунгицид и цельциды, потому что мы видим, что, как бы, ну, я думал, что у нас проблема, но у вас тоже, вижу, есть проблема с шипоноской, которая вылазит потом немножко, как бы, коком. Что там? Можно, они все мешаются, без проблем, как раз. И даже, если у нас, вот, как бы, фунгицидов не много, но варене у нас зарегистрированы на подсолнечник, и можно работать без проблем, но тоже ж никогда, когда цветет подсолнечник, потому что в челе будет, как бы, не очень хорошо. Дозировка от 200 до 400 грамм, понятно, что, если мы просто делаем профилактику, 200 грамм хватит. Если мы хотим немножко защитить его дней на 15-20, берем 400 на дате, и, в принципе, до фазы коржика, до цветения, у вас, в принципе, защита будет хорошая. По кукурузе. Есть у вас еще кукуруза рассказать немножко, 5 минут могу, как бы, рассказать то, что у вас есть? Или уже все, уже, как бы, обед нужно уже устраивать. Покажи, свои, другие наши системы, есть ардиозы. Смотрите, по кукурузе пройду быстренько, в принципе, протравители, и все у нас есть, как бы, проблем нету, те же самые, что на подсолнечнике. По гербицитам, это та же самая мелод, на которой можно работать почвенно, и плюс сипа. Как бы, все различия, как бы, тут такого большого у нас нету, как бы, в других всех фирмах. Что у нас интересно, в этом году, как бы, уже появился мезатрион, все вы знаете, есть такое действительное вещество в других фирмах, это эгита. Мы предлагаем 2 защиты, комплект дублон-3, он хороший, рабочий, который имеет ту же самую бодеринку, плюс дублон, и кософурон, и свой германальный продукт. Комплект рассчитан на 12-15 гектаров, одна длинного минус, что работаем от 3 до 5 листьев. Все, но если нам нужно почистить бодолку, можно забрать бодеринку оттуда, отработать под бодолки, через неделю, там, на вторую отработать против зла. И также, хороший есть продукт, в этом году мы его отработали, в прошлом году, и в этом году будем работать, это эгита плюс дублон, то же самое и дублон, 1-1, если его сравнить по униссвечному веществу. Рабочая дозировка эгиты просто визителю 350 гектаров, тоже в зависимости от количества сорняков и фаз их не развить. Чем меньше сорняк, тем меньше дозировка. Так же самое под дублон, и кософурон, литр, литр 250. Если до 2-3 листочка, литр и хватит. Если у вас больше 3-4 листов или фаз окущения злаков, то, понятно, литр 25 может даже не спасти, честно скажу, если у вас будет по колено стоять мышей. В принципе, это как бы две такие нормальные, хорошие два препарата, которые у нас работают по кукурузе. И небольшой такой опыт по эгидии, на этом будем завершать уже. Это было у нас Днепропетровская, Ольмова, Софийский район. Спектр будет для него, в принципе, все нам знакомые, как бы злаки, будет долго, есть момент несения в фазах кукурузы. Три листа четко угадали, потому что директор то есть гиплевых всем сагрономам работали отлично. Вот как бы подсолнечник видим тоже, венок есть. Как бы вот на шестой день, в принципе, как бы на шестой день результаты подлудолгие, обновление, в принципе, я считаю отличным. Контроль тоже видим, что контроль уже отличается. Венок, эффект визотрионов, тригетона, действующие вещества относятся, эффект выбеливания есть. На шестой день по злаках в принципе работа хорошая, как бы, ну, отличная. По осотах и по ваточнику сирийскому есть тоже эффект отбеливания. Лопота в фазе выплесков, в принципе, стопроцентный эффект. По ваточнику сирийскому сразу скажу, стопроцентно мы его не убьем. Просто идет угнетение облудка в коррекции для данной культуры. И унитается ваточник тот, который попал под обработку. Если ваточник первого входа, в принципе, можно добиться, что будет его гибель стопроцентно. Но мы с вами понимаем, что ваточник проблема как бы, ну, есть. Как его убрать? Ваточник, смотрите, вчера мне тоже задавали спрос по ваточнику. Механическим путем, говорят, можно 3-4 года его убивать, но вы еще больше его раскладите, потому что с одного пана у вас появится два пана. Механически, честно скажу, не подходит. Можно носить фельфосаты до 10 литров с прилипателями на протяжении 2-3 года. Тогда что-то можно добиться. Просто такого фельфицида, который вам почистит ваточник в скультурных растениях, ну, пока его у нас еще не буду, честно скажу. За раз не уберете, но нужно носить его, когда он начинает прорастать, 10 литров в чистом виде, лучше носить на листья. Тогда можно какой-то эффект добавить. Итог будет эффект, говорю, но это нужно повторять в протяжении 3-4 года минимума, потому что за один год ваточник вы никогда не уберете. Есть другой метод, у нас по Дефру тоже был, носили в Евроваде. Уттение идет, но тоже есть отрастание на следующий год. То есть проблема по нем будет. И за это проблема будет у нас в дальнейшем. На 16-й день вот такая гордина у нас по полю, в принципе, кукурузка развивается нормально, контроль за соленый, после льняка в принципе проблем как бы нету. На 16-й день вот как бы отцов тоже видим, точка роста уже все как бы пропадает, злаки тоже умительные, отлично, в принципе. И вот то, что я говорил по баточнику сирийского, то, что попал под обработку лунов и тальца. То, что вывез через 2-3 дня в принципе хорошо себя чувствует. Вот так выглядит более на 30-й день как бы междурядие, что справа, что слева, оно в принципе чистое. И контроль, мы видим, что три рядочка, которые были открыты, не отстают в росте. По инсектицидах в принципе как бы у нас есть два препарата Пара и Пара и Нео. В принципе его хватает тоже как бы с головой. То есть кто что хочет, ты выбирает как бы и работает. На этом мой доклад как бы завершен. Спасибо вам за внимание и как бы хороших вам вырожая и хороших целей на эти вырожаи. Спасибо большое за установлены в данном формате. Хорошего сезона, хороших вырожаев. Будем заслуживать ваше доверие. Приглашайте ваше хозяйство на ваши полярки. Один хочу сказать спасибо нашим партнерам компании «Евральс» и компании «Евральс». Всего наибольшего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!